Добрый день, уважаемые товарищи! Хочу искренне сказать, что мы, когда мы собрались на наш трудный стол, он носит исключительно важный принципиальный характер. Преподавание истории в СССР задавали вопросы сообщественных программ и учебных пособий. Мы давно наставили на рассмотрение этой темы, подготовив законом о правительстве. Эти проблемы выступали в Думе лучших целей. По франции, по партии России, каждый второй трех является ученым, и абсолютно большинство занимались учебно-распитательной работой в школах, вузах и техниках. Я сам в 17-е начинал учить в ЛСССР школу. В моем роду 10 человек, а в 9.6355. Преподавали все предметы, школьные, которые вы знаете, кроме иностранного языка. Так вот, в этом году мы отмечаем 5 выдающихся побед. В осень 43-м году 5 этих побед, по сути дела, изменили характер войны. Мы завоевали стратегический приоритет и дальше портали фашистов, начиная с Калибрада, Орловско-Курска и Донбассской операции, штурма Днепра и его сгвардения всех республик. Так вот, когда допрашивали фашистские генералы, я сам смотрел этот документ, они сказали, что мы проиграли войну, скорее, не красные они, а советскому учению, советскому ученым, советскому инженеру. Это, на мой взгляд, было истинное право. 4 октября 1957 года мы открыли космический приоритет Бахаева Гринсона, объявили расстрел советской власти, но, тем не менее, это не отменяется, не отменяется шаг, а затем и полет Гагарина. Так вот, самое любопытное приоритет космического прорыва американцы запросились к нам в гости. Приехала большая комиссия, которая изучала причины их поражения в этой гонке, и я смотрел этот уклад, почти в 2000 стране изнутри была уклада, которая называлась «Что знает Иван и чего не знает Жонка». Они пишли выводом, что проигрывают, прежде всего, на школьный фактор и студенческий карьер. После этого свое образование увеличилось винование почти в 10 раз. Но и разрушение нашей великой страны начиналось с программы, прежде всего, ликвидации классической вирусной советской школы. Много раз я демонстрировал этот документ, если на Государственной Думе, правительстве и на зрительственную билетную. В 1994 году, через год после расстрела формальника, вышел документ секретный для служебного пользования «Образование для России. Переходный период». В нем почти в 100 странах. Он полностью был призван ликвидировать классическую русско-советскую школу, превратив ее в место для подготовки квалифицированных потребителей и людей мира и сего, которые вовремя обслуживать богатую, богатый торгулятор, о котором сейчас часто говорит президент страны. Самое любопытное, что готовили этот документ люди, проживающие в разных странах, но которые не очень отличались классным образованием, в том числе и наша пятая колонна. Он начинался с того, что необходимо ликвидировать нормальную подготовку в начальной школе. И у нас сейчас самый большой дефицит учителей начальных классов, это вторая мама, что подготовили учителей начальных классов, он был прекрасным на литературу, русский, математику до седьмого года, физкультуру и все остальное. Это универсальный преподаватель. Сейчас самый большой дефицит учителей начальных классов, четыре русских языка, литературы и математики. Любой район в мире, и вам скажут, глава районов для меня, это проблема номер один, которую мы обязаны решать. Так вот, мы все делали для того, чтобы исправить ситуацию. Писал записку. Нобелевского горяча Анатолкера, это президент, и вместе с выдающимся математиками, Никольским, который в 100 лет прочитал две лекции по математике. Эти стихи описали, как преподавать русский язык, литературу и математику. Вот сегодня подошли к тому, что готовлен новый учебник истории. Многие предыдущие не представляли из себя то, что может готовить классного специалиста, великолепного гражданина и патриота. Я рад, что сделан серьезный шаг вперед. Но, к сожалению, для этой работы не привлекались мои специалисты народно-патриотической ориентации. Я очень хотел, чтобы сегодня, обсуждая, мы помнили, что подготовка любого учебника, какой бы класса ни был, это важный, но первый шаг. Любая учебная литература требует уточнений, проверки на практике. Как это делается, сейчас нами поделятся участники круглого стола. Хотел бы для выступления первым представить слово новому к Дмитрию Юрьевичу, моему заместителю, первой замки сайта университета по международным делам. Он сам преподавал в университете, знает хорошо эту проблему. Пожалуйста, мне дадите. Спасибо. Дмитрий Андреевич, уважаемые друзья, коллеги, товарищи. Сегодня мы проводим государство ДОИ Федерального собрания Российской Федерации парламентский круглый стол на тему, еще раз проспочит ее озвучить, преподавание истории в российской системе образования вопросов совершенствования программ для учебных пособий. Участие в обсуждении принимаются трудноученные историки, преподаватели высшей и средней школы, депутаты разных уровней, представители молодежных организаций, учащиеся. Это позволяет нам рассмотреть проблему, тему, выданутую на обсуждение сегодняшнее, выпукло и глубоко. Рассматриваем историческое образование как одну из стержневых систем во всей образовательной воспитательной системе. Несмотря на многолетние разрушительные реформы отечественная система образования в России жива и надеется на лучшее. Ну и все здесь присутствующие, а прежде всего дороги нашей страны, от Москвы до далекой глубинки, многое сделали, чтобы сохранить мощный, уникальный фундамент советской школы, поддержать лучшие традиции, обеспечить тем самым достойное будущее нашей Водины и ее нового поколения. Для сбережения великого наследия русско-советские школы немалую роль сыграли в патриотические силы. Борьба за образование была крайне необходима все эти 30 лет. КПРФ и наши сторонники всегда стояли на пути перекройки образования в России покушен западным легалом. Несмотря на либеральный шаг в 90-х годах и на сегодняшние усилия пятой колонны, наше образование не утратило тех начал, которые закладывались благодаря Наглинскому, Ломоносову, Пушкину, Толстому, Ушинскому, Новогодскому, Макаре Туцкорбинскому. Мы никогда не верили со снижением качества отечественного образования, с попытками разорвать обучение и воспитание, с разрушением таких сложных, так много и трудно глубоко устраивающихся речной медной связи. Они, кстати, очень важны. Важны в преподавании всех дисциплин, в том числе истории, литературы, географии, общества, знания. И, говоря сегодня об историческом образовании, мы должны понимать, что оно не сходится только по урокам истории. Разве в курсах физики на югер не должен был говорить о фигуре Мононосова? Разве в курсе их имени следует говорить о фигуре Менделеева? Разве в биологии при ее изучении мы не должны вспоминать о плане Павлова и Мичулина, об их эпохе, об их имени, об их роли в науке? Антисоветчики и русофобку долгие годы под завесой общечеловеческих ценностей продвигали собственные воззрения и собственные подходы. Настойчиво забывали, например, о главном, одесной связи патриотического и социального в творчестве Кушкина, Лермонтова, Тургинева, Толстого, Достоевского, Вольгова, Клейковского, Есенина, Жолохова и других авторов. А когда они говорили, то либо вывели на первый экран лирику авторов, к чему их творчество точно не сводится, либо это уже их провозглашали то и перцами, то пропагандисты и тоталитаризм. Сам темный тоталитаризм активно навязывался вопреки его ненаучности, вопреки искусственной сконструированности его для того, чтобы участвовать в пропагандистской войне Советским Союзом, юра, юра истальна, фашистскую Германию, Советский Союз. Умыш, школьников и студентов засоряли непотребчины с Волженеца на дождь, у Ларкогонова, некоторые вообще тащили в студенческую битную школьные классы, а мерзости резонанс с Убором. Одновременно Николай Оскорбский, Александр Фадеев, и Борис Болевого многие с удовольствием были готовы брать из школьной программы вообще. На данный момент российской общественности при нашем политическом участии удалось отстоять и вернуть в школьную программу выдающиеся произведения классика в литературе подлинных мастеров слов. Выучить Роман Чернышевского что делать, поэма Некрасова кому надо сидеть хорошо, история долгода Салтыкова Щедлина, как закорялся старик Николая Островского, Балдая Квардия Хадеева, военная поэзия Симонова и Тронтовского рассказывает 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 Шушина. Мы настойчиво подрастели фальсификацию истории из российских учебников в основном убраны паники во славу предателей и коллаборационистов Белого Адмирала Толчака и СССР генерала Краснов более объективным стало освещение событий отечественной войны и других периодов истории которая, как он сказал, Геннадий Гриф поддержала саму по себе идею единого учебника истории по его самому созданию а вот могу продемонстрировать это может быть в руках 10 класс вот 11 класс вот эти учебники которыми сейчас снабжаются российские шкуры хотя здесь есть некоторые задержки вопреки главным отчетам учебников из Министерства просвещения у нас тем не менее удивляет что в появлении этих учебных пособий подается финал процесса как некая заслуга которая позволяет авторам посчитать на лавах конечно согласиться не можем по многим причинам да процесс начат процесс важный процесс нужный но предстоит пройти полностью для того чтобы абсолютно выберут необходимые стране оценки звучали такого рода учебных пособий ну и параллельно вот у меня не только эти два учебника с собой но и чей учебник за блоков у них буквально до дня в магазинах москва учебник за 10 класс 1280 рублей не мало да на соседних лодках стоят учебники вернее книги такого же объема в такой же бумаге меньше пирожок причем издом стоит почему-то дешевле чем школе учебник а учебник такой же по форме за 11 класс я вам показал на соседней лодке стоит 3620 рублей в два раза больше ну конечно возразить что это до логов в принципе школьники в наших школах через библиотеки снабжаются эти учебники бесплатно но все равно кто мне объяснит отход опять сена а если кто-то хотел не сдать учебник после окончания 10-го или 11-го составить себе тогда все не должно его купить никто же не оставит нужно в библиотеке его сдавать а потом вот тогда по каким ценам что он снабжается учебный а вот эти взяты из потолка или по каким и кто тогда переплачивает такую цену бюджет он сейчас переплачивает кто это и когда от любых странам правило считывать что это действительно только начало пути по оздоровлению учебного процесса много учебников для 10-го или 12-го класса должно быть в полной мере учтено требование к объективному освещению исторического пути который прошел наш народ с честным по-настоящему честным они взяты на странах успехов и взлетов достижениях и подвигах а причинах и удачи происхождения нынешнестов и к лучшему в российской системе образования считаем недостаточно нужно двигаться дальше в полной мере соединить уникальные достижения советской педагогики возрастной психологии методик преподавания современным и в том числе мультимедийным возможностями но нельзя забывать что форма не может и не должна подвинять содержание преподавания главного для нас справно и недопустимо когда курсов литературы говорит державе Василий Луговский и даже Александр Кушкин остаются достоянием лишних полных средних школ недавние обозвращения общественности в этой связи совершенно закономерно взаимодействия с Кушкинским наследием крайне важно на всем протяжении образовательного процесса в сказах Кушкина в начальных классах Дубровского взглядов до Ильганинигина и кредитника России в старших классах общие подходы Компорф отражают проект федерального законного программы Компорф образования России а мы благодаря с федерами наших партий не раз говорили об этом со всех трибун и не только парламент в истоке в разработке этой программы образовательного проекта стояли номер из губерна Жилософрога Бухареста Алтаров первые заместитель председателя государственного группы профессора Буйма Иван Менников известный видер образовательного сообщества Олекс Молин академия Владимир Кашин герой советского суда Светлана Саринская координата фракции Николай Коломейцев председатель комитета участия сегодняшнего оборудования Наша программа образование для всех обрала в себя лучшие профессиональные практики и предложения образовательного сообщества Она многократно обсудлена в ходе парламентских изгружений и круглых столов Чтобы сделать российское образование самым рядовым мы предлагаем первое создать необходимый материальный фундамент дадите увеличение образования увеличение финансирования образования до 7% плата в обрак Затраты на образование сначала рассматриваем не как время для государства как утверждают фиберальные догматики а как самые передовые инвестиции человека передовые инспективы Второе формирование базовых принципов развития образования основанных на идее гуманизма социального прогресса справедливости развития научной активности патриотизма считаем важнейших задач как и сотрудничество ученика и учителя на основе равных возможностей вне зависимости от доходов семьи Третье ключевой задачей должно стать улучшение качества образования оно значительно снижено за последние десятилетия для достижения этой цели мы предлагаем отмену обязательной сдачи и возвращение доказавшейся эффективность классической системе классическим методикам оценки знаний подушевое финансирование образовательных организаций продаж и ликвидации далее необходимо сбрать единой тарифной сетки обеспечения достойной оплаты дальнейших работников из федерального бюджета с гарантией повышения реальной заклады учителей и преподавателей вузы пятое уровень прессионного обеспечения педагога следует проявлять государственную службу шестое стипедия студентов не должна быть ниже прожиточного минимума при этом ее нынешний размер который предлагает увеличить другие возможности для этого государственного бюджета есть нужна политическая воля седьмое развитие образования может сопровождаться проведением качественно иной информационной политики информационно-культурной политики на смену примитивной развлекалки государственных особенно должны прийти качественные просветительские и научно-популярные программы зрители нашей стране имеют полное право на доступ к отечественной группе не может она разглажаться неформатом не могут считаться неформатом выступления концерта ансамбля Александрова хора Пятницкого ансамбля Боисеева ансамбля песни и песни и пляски в управлении Виктора Елисеева и многих любых выдающихся коллектив ансамбля Белёска о котором Малая Берклова не знает именно потому что государство финансивые даже эти коллективы не берет на себя труд и обязательство дать возможность этим коллективам выступать перед самой широкой аудиторией перед телевизионной аудиторией мы никогда не держали наши подходы в секрете многое из того что я сейчас сказал было озвучено мы напомнили об этом в задании председателя Центрального комитета Капария Галя Дочи Суганов назвали «Сильное образование» залог суверенитета но было опубликовано в сентябре месяце будем и дальше наставить на наших подходах тем более что чувствуем большую и широкую поддержку научно-педагогической общественности родительской общественности сегодня хотим с вами все эти вопросы обсуждать Здравствуйте если я бы хотел поговорить о методологии и вспомнить в начале слова Сталина «Бестюй нам смерть» это и ждем повторяю «Смерть» и напомню как разливалась вообще нововоз с фондрованием ученых истории советские учебники истории возникли на методологии формационного подвода дальше учебники в 90-х годах и там появляется уже генеральная версия Сорсовские учебники это концепция тоталитаризма приравнивания советской государственности к хранциссской государственности и фейки по всему советского под базовым концептом тоталитарности дальше понятно с этим долго невозможно посрещать появляется история культурных стандартов которая основывается на концепции модернизации что такое концепция модернизации это практически перриф мер фермерального восемь то что весь мир идет есть традиционное общество оно ваянерное есть современное общество оно въ rapidement весь мир идет от ваянерного традиционного общества к универсальному с военному ну и возникает вопрос обреж are традиционные ценности патриотизма ничего этого не будет единый универсальный мир концепция модернизации, а вот. Ну и вот, как было заявлено, объявлено, что создается новый учебник в истории, ожидалось, что будет, он в методологическом плане принесет нечто новое. Я думал, что этот учебник будет, тем более, на Молдайском форуме Питин принес интересные слова, о цивилизационном подходе, о государственной цивилизации России, но ожидалось, что, наверное, и учебник будет, может быть, на основе концепции российской цивилизации выстраиваться. Но я ни одного слова цивилизация в этом отношении не услышал. Возникло некое методологическое расхождение, то, что дает Питин, и то, что рисовывалось в итоге, в историческом плане. Знаете, я попытался выйти вообще на такой методологии, выстраивая учебник, я этой методологии вообще никак не нашел. Есть, есть, я вот попытаюсь не буду соединиться, скажете, да, уже переходя на фактическую сторону. Какой плюс, главное? Ну, понятно, что мы случили конфликт с глобальным западным, коллективным западным. Значит, и тема этого конфликта, в отличие от историко-культурного стандарта, а в историко-культурном стандарте написано толерантный подход. Мы находимся в кусовой весе, ну, надо ли быть толерантным к врагу, а вообще в золу надо быть толерантным. Вот то, как прописано в историко-культурном стандарте, надо быть толерантным. Ну, хорошо, потому что учебники не, значит, не пошли на пути толерантности, этот конфликт действительно представленный. Я не ожидал, что, например, появится, помимо гражданской военной истории культурного стандарта, гражданская война, здесь появилась и иностранная военная интервенция, и более того, сказано, что в результате сотрудничества главная причина поражения белых, потому что они пожалеют на альянс с иностранным фактором. Это учебники резервов не ожидал, что они пойдут на это. Диссиденты повод на архитал Запад, было сказано, наверное, впервые. Оценка 1939 года как вынужденной реакции максимально эффективные действия перенесения границ на Запад. События в Венгрии 1956 года как инстерированные Западом использования нацистов, то же самое от Чехословарьевых войск и в Афганистан в 1979 году объясняется в учебнике ответом на действия Запада, значит, там вы были бы Западом. Продвижение НАТО на ворот, это вот все, в общем-то, в рамках конфликта Запада я бы поставил плюс этому учебнику. Хотя, оговорю сразу, исходно непонятно, почему этот конфликт с Западом идет, поскольку, ну, ценностные это различия с Западом, они никак не обнаруживаются. Ну, а теперь, да, не так, как поездки, не так красно-коричневых, вот не так, как бы, поносится советский опыт, но, тем не менее, я вот перечислю 10, выделю 10, как мне кажется, основных позиций, которые точно надо исправлять. Учебник будет исправляться, как мы услышали, в результате критики коллега из Чечни. Они будут исправляться, уже объявили, значит, критика уже объявлена. Ну и, вероятно, следует учесть, помимо тех ситуаций, которые обратили уже внимание, следующее обстоятельство. Я вот по степени, может быть, не хронологическая значимость. Первое. Кантынский расстрел. Я просто был поражен. Значит, раздел называется «Отхождение состава СССР в стране Западной Беларуси». И Антон указывает, что документы, опубликованные в начале 90-х годов, участвуют, указывают, что это «Девару». Но эти двумя недавно уже озвучены, как фальшивка. Но Владимир, рассказал, что Медвенский должен об этом знать, оскольку он. А у него тоже внесло, значит, вклад в то, что показать, что это, в общем-то, фальшивка. И, в общем, есть, как минимум, две версии. Есть советская версия, есть версия гибельцевская. Почему в нашем учебнике взята версия гибельцевская? Как минимум, даже без заговорки, что есть, и другая точка взаимья. Хотя... Противоречит даже собственной книге. Противоречит собственную статью. Сделано 30 лет. Как это сделано? Да, ой. Да, ой. Голод и коллективизация. Голод 32-33-го годов использует, объясняется, как следствие политики большевиков и процесса коллективизации. Возникает вопрос, ну, ой, человек, а что известно сегодня, что был говод и в Польше, был говод и в Денгрибов, и не в эти самые годы. Это что тоже Сталин организовал? Конечно. Коллективизацию в Польше. Ведь не так. Начал, соответственно, необходимо попарарить эти оценки, как бы перешедшие из лидеральной такой версии изложения 30-х годов, исправить. Февральская и Октябрьская война все объединили в одну, Великую Российскую Иванскую. Еще в 2014 году, это вот Академия нам продали именно эту версию, Великую Иванскую Иванскую, я думаю, а почему это так? И все стало ясно, когда в очередной раз открыл известного русского, моего Чарда Пайпса, и вообще американское изложение событий российской истории, суть такая, что в России постоянно воспроизводится несвобода. Все попытки обриски свободу заканчиваются несвободой. В феврале 2017 года в очередной раз попытались обриски свободу, в октябре 2017 года это закончилось. Это начало драмы февраль, конец драмы октября. Но извините, даже не хватило ума, наверное, понять, что дальше превысится на что, в 91-м году, да, без свободы, а это в таком 14-м очередной раз отобрали. Это, в общем-то, посылка, он косвенно бьет, типа, в общем-то, властные позиции в том числе. И, увы, это как бы закреплено об одной революции вместо двух, а это две революции, потому что две различные модели в результате этой революции держались. Ленин и Русская православная церковь. Мы знаем, что, конечно, были непростые отношения, все было в истории, но стоит ли приводить документ, который давно разоблачен, как фальшивка, письмо Ленина к Молотову с призывом расстреливать священнослужителей. Этот документ в кавличках появился впервые в 70-м году в Вестнике русского студенчества христианского движения в Париже, потом уже в 90-м день печатали известия ЦК ППСС, но уже многие исследователи показали это большими документами. Зачем его приводить даже в том случае, если они развивают и акцентируют тему церкви, но это не место для предъявления документов, в отношении которых существует мнение, что эти документы фальшивы. Как минимум, такая оговорка бы по правилам корректного использования должна была быть сделана. Сталинская репрессия. Пятая позиция. Сталинская репрессия по-прежнему сохраняется шаблон. Политич односторонне стартовки сталинских репрессий не указывается, и своеизложение следует, что все репрессированные были невиновны. Но ведь вы, вероятно, невиновны. Значит, самой постановки Мопаузы, что были разные репрессированные, и ее нет, и из этого складывается прежняя тенденциозность посвящения этого периода. Я, прошу прощения, я перебью. Я когда писал книгу по Хрущеву, я специально обратил особое внимание на записку тогдашнего генпрокурора Руденко, которая была направлена на Хрущеву в апреле 1955 года. Значит, дело в том, что еще в июне 1954 года Руденко была поставлена задача пересмотреть дела по политическим репрессированным до военного периода. Они за 10 месяцев своей работы посмотрели 250 тысяч дел. Центральная комиссия 13,5 тысяч, где-то тысяч, 237 тысяч, это региональная комиссия. Я называю цифры, которые комиссии Руденко были признаны неминовными, то есть агнистированы. Всего по Союзу СССР 4,85 процента. Это из 250 тысяч. По РСФСР чуть больше 5 процентов. По Украинской СССР, где было рассмотрено наибольшее количество дел, более 94 тысяч, из 250. Ну и целых 91 сотая. Этой комиссии Руденко сам Хрущев поставил задачу рыть носом землю и доказать тотальную невиновность якобы незаконно ремеслированных. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть документы даже в Рущёвской эпохе опровергают все это. Но эмоции. Никто это не учитывает и никто об этом не говорит. Я прошу прощения, это важно было. Я с вашим позволением назову еще 5. Займите 10 пунктов. Номер 6. Это картестика Советского общества в 30-х годах. Автор указывает три индикативных элемента. Карточная система, низкая заработная плата, высокорезонансные дефицитные товары. Это, во-первых, все, как бы, как главная картестика. Во-вторых, как бы, ну, параллельные карточки были отбитаны в 35-м году. Высокая цена и дефицитные товары создается впечатление, что, в общем-то, несколько лепутей перепутали, говоря о дефицитах. Седьмая позиция. Так называемая борьба с безродным космополитизмом. Так называемая. Так называемое ленинградское дело. Так называемое дело врачей. И все так называемое, а так называемое, значит, авторы не согласны. С этим делом начали утром, что происходит на одной странице, возникает вопрос, а что, не надо было бороться с безродным космополитизмом? А сегодня постановка вопроса обоих борьба с тем же самым космополитизмом. Она же тоже так называемая. Восемь. Кризис в Брежневской периоде советская модель не обезвовала потребительские запросы населения. Она не могла реализовать потребительские запросы. Советская система по большому счету повторяя эту самую обязательную модель, которая была и в Брежнем федеральном учебнике, что советская система не могла обеспечить граждан. И в этом смысле и поэтому проиграла. Девятая позиция. 1993 год. Ну да, хорошо, нет как бы красно-каричневого всего этого, но как преподносятся эти события? Конституция не соответствовала новому общественному строю, ее надо бы менять. Дальше последствия удовольствия убежать гражданской войны. В результате такого встраивания описания безоценочных событий 1993 года склоняются впечатления, что правильно все действовала ельцинская команда. Ну и последнее, пункт номер 10, о современной консолидации российского общества. Современная консолидация российского общества. Но возникает вопрос, сегодня оценивается в 22-м среднем году от 600 тысяч до миллиона уехавших. Они почему уехали? Это больше, чем у нехало за весь период то, что считается холодная война. Иммиграция за один больше у нехало. Значит, это нехало. Понятие консолидации это точно не подходит. И, в общем-то, все вот эти положили. Я не буду говорить о школе было объявлено, что, в общем-то, новая учебная будет изменяться, носиться изменения, то, ну, целесообразно было бы обратить внимание на, первое, методологически недостаточную фундированность этого учебника, и второе, на многие стереотипы либерального подхода, которые в этом учебнике сохранены. Спасибо. Уважаемые участники этого стола, я хочу поблагодарить за предоставленную возможность выставить сегодня перед вами и принять участие в обсуждении проблематического образования. Микрофончик, подверьте себе немножко поближе, а вот так, вот так, вот так. Спасибо. Отрадно, что поиск таких серьезных вопросов проводится при участии представителей других регионов, поскольку для нас вопросы возвращения исторической правды, формирования общероссийско-исторического сознания, возобновление исторической памяти это, пожалуй, самое сложное смыслообразующее вопрос. Над их решением работают ученые-историки и педагогики все уровни образования Луганщина. Мы имеем действительно уникальный опыт перестройки системы исторического образования в кратчайшие сроки, причем перестройки кардинально смысловой в содержательном контексте. Этот опыт с учетом региональных особенностей позволяет нам сегодня обозначить круг актуальных вопросов и проблем, а также предложить определенные решения. Цель совершенствования процесса обучения истории. Эти вопросы будут скорее носить больше педагогических характеров. Как известно, историческое образование опирается на историческую науку. Сегодня наука строится на многофакторном подходе к рассмотрению истории. Наряду с формационными, цивилизационными подходами используются социологические, культурологические и иные. Их многообразие позволяет науке всесторонне изучать исторические факты, поднимать малоизученные пласты истории, объяснять скрытые исторические феномены. А вот для образования представленность разных подходов, пересмотр иного интерпретирования фактов, сглаживание и стирание острых углов скорее имеют отрицательное значение. Отсутствие сформулированных идеологически и концептуальных основ российского государства затрудняет формирование и реализацию приоритетов государственной политики в сфере образования в целом и особенно в отношении исторического образования. В лучшем случае появляющиеся факты бессистемно включаются старые парадигмы, в результате чего исторические события получают разные трактовки, а исторические оценки не получают должного подтверждения. В худшем случае мы наблюдаем искажение прошлого, замолчение его отдельных страниц, отказ от его моральной оценки, в результате чего закладываем основы для разрушения настоящего и будущего. Таким образом, сегодня образовательной практике нужны не только единые научно-педагогические подходы к формированию содержания образования, что является прежде всего проблемой педагогики. Нам нужны единые теоретико-методологические подходы к осмыслению истории, а это уже проблема исторической науки, но также нам нужны единые концептуальные подходы, что относятся к сфере государственной политики и образования. В настоящее время система исторического образования действительно регламентирована. Действуют федеральные государственные стандарты, федеральные рабочие программы по истории культурно-исторический и стандарт, концепция преподавания истории. Все эти и другие документы устанавливают в цели содержания и результаты обучения истории. Однако мы не имеем основополагающего документа, определяющего вектор развития самой системы исторического образования. Полагаем, что должна быть разработана стратегическая программа, возможно, дектрина развития системы исторического образования, учатывающая особенности его реализации на всех уровнях основного и дополнительного образования, а также в учебной деятельности. Создание такого документа позволит решить еще одну важнейшую задачу — обоснование содержания исторического образования на разных его уровнях. Речь идет о том, что сегодня складывается ситуация, при которой и в школе, и в вузах изучается единая историческая фактография древнейших времен до современности. Между тем мы теряем возможность в отведенное учебное время расширять, углублять знания учеников, обращаться к сложным и интересным историческим фактам, больше не дарят времени и решению воспитательных задач посредством исторического образования. Единая стратегическая линия позволит системно и последовательно выстраивать систему социально-гуманитарного образования в вузах. И самое главное — последовательно и планомерно вводить новые обязательные курсы историко-гражданской направленности в системе высшего образования. Обозначу еще одну важнейшую проблему — это поиск моделей структуры образования, обеспечивающих оптимальный баланс федерального, регионального и локального компонентов содержания образования, а также разработка документов, стандартизирующих содержание истории родного края. Инструментом ее решения могут стать региональные историко-культурные стандарты. Разработка подобных документов даст возможность в контексте общероссийской истории преподавать историю родного края на единой идейно-концептуальной основе. Ученые-историки получат материал для написания программ, учебников, пособий, а учителя — конкретный материал для преподавания. Хочу сказать, что опыт создания региональных историко-культурных стандартов уже имеется и в Луганске, и в Донецкой. Так, по инициативе Российского исторического общества была создана рабочая группа при участии ученых-историков Луганска. В нее вошли также преднаватели Луганского педагогического университета, которые читают историю родного края. Был разработан текст документа, который одобрен членами Российского исторического общества. Документ был направлен в республику, однако, к сожалению, дальнейшего применения не нашел. Опыт создания единой концептуальной платформы для изучения истории родного края так и не был востребован. Жаль, но именно бюрократические проволочки оказывают препятствия в том, что решение важнейших образовательных задач. Учитывая роль и значимость исторического образования в сохранении и укреплении культурно-духовной идентичности российского народа и государства, считаем необходимым расширять возможности исторического образования, подкрепляя его историческим просвещением, направленным на проведение просветительской деятельности в области истории как среди детей, еще не изучающих историю, так и взрослых, поранее ее изучивших, что в первую очередь, конечно же, актуально для населения новых регионов Российской Федерации. Такая работа позволит решать задачи, связанные с развитием исторической грамотности граждан, формированием гражданской идентичности, защитой исторической памяти и предупреждением о фальсификации исторических фактов. Скажу еще об одной проблеме, возможно, она сугубо региональная, но и тем не менее. Сегодня век цифрализации образовательной технологии, особенно информационные шагуры вперед, но на местах мы по-прежнему смотрим на это как на возможности. Школы испытывают недостаток вспомогателей, особенно позволяющих осваивать современное историческое содержание. Речь идет о картах, в том числе интерактивных, анимированных, хрестоматиях, электронных обучающих программах. Я хочу подчеркнуть, что в данном случае я говорю не просто об улучшении материальной классы школ, что тоже является важным, а в первую очередь о мотивировании учеников, о поддержании их интересов, изучении истории, о решении задач гражданского и патриотического воспитания в целом, по-современному. Подытоживая сказанное, отмечу. Проблемы исторического образования, они разноплановые и разноуровневые. Все они могут и должны найти свои решения на основе выработки идейных основ российского государства и уже на их основе стратегической программы развития исторического образования. Убеждена, что такие меры будут способствовать формированию общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, в первую очередь исторической памяти, приемственности поколений и единства на этой России. Спасибо большое, Геннадий Андреевич, приветствую всех участников нашего круга «Сдала». И вот как бы в догонку ваше выступление хочу сказать, что преподавателями нашего университета, ведущего педагогического университета страны, которому в прошлом году исполнилось 150 лет, подготовленный учебник по истории Украины. Вот он буквально вышел на дня. Геннадий Андреевич, я могу быть обращусь к вам с просьбой, с тем, чтобы вы поставили вопрос о государственном бюджетном финансировании для учеников именно для новых территорий. Потому что эта книга предназначена прежде всего для учеников. Теперь по тому вопросу, который является рейтмотивом всей нашей конференции. Я немножко отступлюсь. Вот вчера на программе «Вечер с Владимиром Соловьем» выступала неизменный участник этих посиделок, Маргарита Смоня, который опять ввела российскую общественность в большое воздействие, заявив, что в России никогда не было империализма. Но удивительно сложить такие вещи, которые воспринимаются как истинно последние инстанции, поскольку у нас термин «империализм» зачастую не понимают, а меняют его понятие «имперскость». Империализм — это высшая стадия капитализма. Ленин называл ее «завневающей последней стадии капитализма» каноном социалистической революции. В России не просто вот империализм, а военный феодальный империализм. И на основании этого Ленин, кстати, в своей знаменитой работе «Империализм как высшая стадия капитализма», опубликованной в разгар Первой мировой войны, и сказал, что именно поэтому Россия является слабым звеном в цепи эпидемиалистических держав. Здесь ключевое понятие «слабое звено», где как раз вероятнее всего и произойдет та самая пролетарская революция, которая случилась. Он теоретически обосновал неизбежность октябрьской революции 1917 года. У нас многие до сих пор не понимают этой простой истины. Хотя она вчера говорила, что горда тем, что получила еще советское фундаментальное образование. У меня большой вопрос, получала ли она его вообще. И сам господин Соловьев зачастую выступает с такими первыми на своих программах. Ну, например, он очень часто из программных программах заявляет о том, что он выступает только за одну единственную диктатуру, диктатуру закона. Мне все время хочется прийти к нему на передачу и задать ему экспериментальный вопрос. А диктатуру закона какого класса? Ленин ведь правильно говорил, что правовая система государства – это и есть воля господствующего класса, возведенная в закон. Значит, он выступает за диктатуру закона правящего буржуатного класса. Но что собой представляет эта диктатура, мы его очень видим. И на основной законодательной системе, и на тех судебных решениях, зачастую бесправных судебных решений, которые – это диктатура закона выносит. Теперь по существу. Я обращаюсь немножко к истории, к вопросу. Значит, как появился тот самый Х, о котором говорил мой коллега Вардана Анастовича Бутбисаряна. Дело в том, что ровно 10 лет назад, в 2017 году, президент Путин поставил задачу создания единого общего кризиса, была создана соответствующая комиссия, которую возглавил неподопляемый Александр Аганович, по вере возроднего утра. Ему уже, кстати, 30 октября был 92 год. Вот. Но он что-то как-то в монастырскую керрию не уходит, а продолжает по-моему. Так вот, вместо единого учебника и истории создали тот самый историко-культурный стандарт. Работали над ним два года. Александр Аганович, да, этот Х получил несколько лет назад государственную трену. Если вы посмотрите содержание этого Х, это поместь французского с ежегородского. Это на самом деле подправленная программа для поступающих, по курсу истории, высшее учебное заведение, которое существовало еще в Советском Союзе, по которой я готовился, Владимир Аганович, Дмитрий Георгиевич и так далее, и так далее. Ну, чтобы вы поняли, что собой представляет этот Х. Например, там урона ленинское понимание освободительного периода русской истории. Но при этом сохранены, значит, периоды декабристского движения, прозначительского движения и пролетарского движения. Такие отчеты не очень много. Вы ленинскую концепцию освободительного движения из программы убираете, а периодизацию этого освободительного движения оставляете в рамках ленинской концепции. Но вы что ли, это? Разве так можно? И вот это выдается за новое слово на муки техники. Теперь, то, что касается учебника. Надо танцевать как пищи. Дело-то не в учебнике, а в количестве часов на преподавание истории в средней школе. Вот от чего танцевать-то надо. В советской школе на изучение истории отводили как минимум четыре часа, а то и пять часов. А сейчас два, в лучшем случае, три часа. То есть практически в два раза меньше. То есть головку по Европе. Вот от чего будет зависеть и содержание учебника, и его объем. Прежде всего, вы с этим сначала определитесь. Если вы хотите воспитывать дыраком России, патриотом, на базе прежде всего гуманитарного знания. А основу этого гуманитарного знания составляет история и литература. Вы тогда определитесь из количества часов на литературу, и тогда, исходя из этого, уже формируете и содержание учебного материала, и объем этого учебного материала. Но этого-то нет. Вот практикующие учтения истории меня поддерживают. Они же понимают, что они просто голубок по Европе проходят все периоды этнической истории. Более того, вот сейчас они включили в этот учебник историю фоссоветской России, где Ельцин трезвый, и все такое прочее. Включили, так сказать, события СВО. А вы разве не в курсе, что у нас в последнюю четверть все старшеклассники усиленно готовятся к ЕГЭ? Что программа «Пробург» означает учебный материал «Пробург»? Его просто не проходит в реальности. В журналах прописывают все как есть, а по факту-то этого нет. Более того, значительная часть учеников старшей школы, это примерно 65-70%, то есть тем, кому не нужна история в качестве ЕГЭ, они просто не проходят этот материал. Я прав? Более того, в организме его научно-сознание. Вот, вот что происходит. И никто этого не знает, или делает вид, что не знает. Написали очередную, так сказать, подделку и опропортовали. Теперь еще одно важное настоящее. Я прочитал это учение из 11 класса. Слушайте, ну там содержится просто огромное количество фактических ошибок, чего у ученики вообще не должно быть. Но в качестве одного из примеров, там пишется о том, что в Советском Союзе с 46-го по 50-й год включительно ежегодно проводилась еженецы. Ребята, я бы вам поставил холл за этот ответ, это из-за этого, потому что снижение цен стали проводить с момента проведения денежной реформы, постановление о которых было подписано 14 декабря 47-го года. И в этом постановлении содержался перечень, первый перечень о снижении цен на деленные товары. Последнее постановление о снижении цен вышло 18 января 1954 года. Подписано Малинкопа Грущева. У вас ученики 50-й и 46-й год. Как такое может быть? План Маршалов был принят на Барижской конференции в июле 47-го, а не в апреле 48-го. В апреле 48-го уже началась реализация этого плана. Но при этом вы совершенно упустили из ученика одно из важных положений этого плана Маршалов, что заставил ли Советскую Союз и странно-народной демократии отказаться от участия Парижской конференции, но они специально не указывают на это положение. Там же было написано, что претендовать на помощь по этому плану могут только те государства, из которых изгнаны все коммунисты и социалисты. понимаете? Ну да, писать такие вещи. Нас обвинят в левом повороте. Ну и так далее, и так далее. Теперь дальше еще одно важное обстоятельство. Ну хорошо, предположим, мы написали деньги учебных, предположим, мы дали энное количество, нужное количество часов для преподавания истории. А как это у вас где? Кого мы готовим в высших учебных заведениях? На что мы готовим? Методологи, это такая вот, Квартан Анастович уже говорил. В советской школе была партиз-кленинская методология. Хорошая, плохая, но она была встроена. Она пронизывала всю систему исторического и вообще гуманитарного образования. Существовали общие законы о развитии человеческой цивилизации. Существовали причины, следственные связи, а не набор каких-то оторванных друг от друга фактов. И так далее, и так далее. А сейчас у вас что? Вот тут речь шла о цивилизационной теории. Ну замечательно, у нас была сделана попутка подпойка и подалоги на этой теории господина Тойбе и компании. Но сейчас совершенно очевидно стало, что цивилизационная теория — это Европа фитричная теория. Потому что там попутивы являются именно европейской цивилизацией. Все остальные цивилизации — это периферийные цивилизации, полуцивилизации и так далее, и так далее. Модернийская, например, концепция или, например, даже пестигийская концепция у нас практически не артикулируется, но в основе этого ученика лежит посетилизм. Ну что такое посетилизм? Ведущая курсорадная методология. Мы просто тупо излагаем фактический материал, причем зачастую довольно сомнительного качества. Факт без объяснения этого факта. Почему это произошло и так далее, и так далее. Вы просто не затягиваете. Понимаете, когда речь идет о создании единого учебника и истории, тут автоматически встает вопрос о подготовке единых учеников по всем предметам. И по литературе, и по русскому, и по физике, и по математике, и так далее, и так далее. И вообще определение, вот Геннадий Андреевич правильно говорил, базовой основы фундаментального подготовки современного школьника и будущего выражателя иностранного. Хватит расправлять учебный процесс всякой барнагадии, потому что у нас огромное количество совершенно ненужных предметов. Для этих предметов бывает из фундаментальных предметов числи. И в результате дискретность образования, полная дискретность образования по принципу Тритера, Фейсбука и так далее. То есть ребенок, который у нас сейчас столкновенно высказывает собственную точку зрения. Вы посмотрите, у нас молодежь, она же не слушает, старшая. А ее все время учит тому, что они имеют все свою точку зрения. Он последний чужд сказал, но он ее высказал. Но аргументировать эту точку зрения он не в состоянии. Находить эту точку зрения в фактических материалах он не в состоянии. Дело-то не в том, чтобы ребенок высказывал свою точку зрения. А дело в том, что он эту точку зрения должен обознавать, аргументировать, ну и так далее, и так далее. Так что здесь у нас проблем в системе образования, особенно среднего образования огромное количество. Мы уже бьем снижение в первый год, а может быть даже не первые десетки, а в основном металл. Но в отчетах наших чиновников и от образования, и от прочих политических партий, я не верю в данном случае, конечно, коммунистов, они все эти годы настойчиво добиваются изменения самого подхода к системе образования, самого подхода к тому, что такое система образования. Но, к сожалению, их не слышат. Я надеюсь, что этот круглый стол послужит, пусть маленькой, но все-таки лептой, вот в копилку того, что нам все-таки не надо сидеть сложа руки, а пить упорно, настойчиво пить вот в эту точку зрения, с тем, чтобы спасти нашу советскую и русскую систему образования. Если мы этого не добьемся, то нашу страну в будущем ждут очень большие-большие неприятности, потому что мы уже в советское поколение, к сожалению, уходим с исторической арены, на смену нам приходят новые поколения, у них в руках будет будущее страны, но с такой системой образования, с такой подготовкой, в том числе и научных кадров. Я вам просто маленький пример приведу. Приходим ко мне парень, где-то перейдите, и говорит Евгеньевич, мне на диссертацию нужен отзыв от ведущей организации. Нельзя ли попросить Василия Жановича Светкова, это наш известный профессор, доктор Мао, значит, написать отзыв. Я беру эту диссертацию, она посвящена истории санитарной службы русской императорской армии в годы Первой мировой войны, я смотрю на листочке, и там написано, нужен оппонент. Я на него смотрю и говорю, а кто вот это написал? А-понент. Через А и с одной Б. Он улыбается и говорит, я. Я говорю, вы 10 минут, кандидат исторических наук. Слово оппонент пишется через У и с двумя Б. У него были такие удивительные глаза. И еще один, еще один маленький пример. С одной стороны, он смешной, а с другой стороны, он просто меня вверт в ступор. Приходит девица 5-го курса исторического факультета. 5-го курса исторического факультета. С просьбой помочь ей написать диплом по истории «Опричнена». Я говорю, тема-то как называется? Она мне дает здесь дочек, что написано «Опричнена». Я на нее смотрю, думаю, то она не вперед, а то она в наркотическом угаре. Я говорю, это кто писал-то? А она говорит, я. Я говорю, вы на каком курсе учусь? Во-первых, я говорю, а в худе как? Это такое, оно историческое. Ну, я просто дар речи потерял. Вы понимаете, к кому мы готовим? И кому мы выдаем диплом? И вот это была еще книжечка «Новейшая история», где написано «А зачем война?» Она была открыта в городах, а зачем и все такое прочее. И 30 лет нам сказали, ну, выбирайте. 16 дней выбирайте. А что выбирать? Великая отечественная на 4, максимум 5 часов, в новейшей истории 2-3 часа. Мы очень ждали этого нового учебника. Просто очень ждали. Ну, патриотические речи. И думалось, что это будет учебник. Учебник настоящий. А это действительно научный учебник. Потому что детей надо учить науке. И вы знаете, когда я проштудировала все 4 новых учебника новейшей истории, 10 класс, новейшей истории, 11 класс, история России и еще одна история России. И я поняла, а что он не хотел. Ведь сами авторы не приходят к единой трактовке событий. И там, и там, и там, Медведский. Но в новейшей истории человек. А там Таркунов. Может быть, как научный работник, я не великолепный. Но этот материал для школьника. Почему я так говорю о Таркунове? Мы последние 5 лет взяли книги. Вот с 5 класса до самого последнего. 11 класса не было. Мы 3-й книги делили. 2-й части, значит, на 10-й. Ну, вы знаете, это вот что за учебник. 18 страниц ширина страницы. По 3 сантиметра в круговую идет просто пустая полоса. Нам что, не хватает туда? Деньги, дети. Приходит этот учебник. Уже читали. Учителя, победители всяких конкурсов, пишут, какой хороший учебник, какой великолепный учебник. Вы знаете, мне стало страшно. Действительно, в этом учебнике нет красно-коричневых. В этом учебнике нет ополченного Петта Христевого. Но либо он настолько спешно и непрофессионально сделал, либо это глубокое психологическое там заложеное залозо. Что я боюсь? Этот учебник абсолютно соответствует четвертому поколению вгруза, господи. Этот учебник абсолютно соответствует программе и расчесовке учебных планов. Этот учебник снабжен методическим материалом. Этот учебник полностью заточен под ЕПР. Казалось бы, вот дождались, да? Но мы-то ждем не этого. Вы меня извините. Я вот 47 лет федорологии. У меня есть книги учебные пособия для украинцев. Но я не понимаю, как можно историю общества знаний впилинуть в это гадание. И когда я прочитала вот абсолютно те задания, которые есть в ЕГЭ, я поняла, что, наверное, ЕГЭ с нами очень-очень надолго. Я всегда вспоминаю, как Геннадий Андреевич говорил, вспоминать первые и последние. Я сразу, кстати, не знаю, может быть, потому что сюда я должна была ехать, но в ночь появились учебники. Я достала их детям. Но я уже читала, какие они красивые, какие они, и все. Первый вопрос. Елена Васильевна, они скоро меня отсловут. Почему мы так решили? Они абсолютно новые. Они говорят, а посмотрите, в конце учебника идут элементарные гасетные статьи. Спички. Но если вы хотели написать современность, ну не надо тратить тысяч рублей. Вы напишите это, прошу, и назовите рассказ по истории. Потому что сами авторы пишут, что придет время, будут написаны монографии. А вот когда будут написаны монографии, когда придет время, тогда милости просим в нашем научном учебнике. Не буду уж говорить о том, в последнем спичке, что мне дети задают вопрос о том, как там говорится, какое-то мгновенно хорошее время, и время до полета. А дети говорят, а авторы учебников знают, сколько стоит высшая призовая статья? Ну, не могла бы идти. Теперь немножко кучей. Начинаем с десятого класса. Первый пункт. Так я почему-то подумала, ну, сейчас будет цивилизационный период, сейчас Россию скажут цивилизация, то есть все, нет, вот сколько ничего. Дальше, второе, империализм. Думаю, боже мой, неужели приняли Владимира Ильича Генина, как учебного? Сейчас, я думаю, дадут пять признаков империализма, и это будет ключ к пониманию всей новейшей истории. Ничего потом. Потом интересно. То есть, так все понятно. Да, да. Еще интереснее. Там хоть совсем нет педагогин, но тут есть и непонятно, о чем. Значит, никакого кризиса начала 20-го, я когда-то не было, никаких особенностей в России как будто не было, и никакой это, например, изменения не назывался у нас. Ну, вроде как, было такое. Значит, вот, просто так штрихами говорю, значит, идет Первая мировая война. Думаю, ну, наконец-то, мы получим деморог учебники. Мне объяснял, зачем мы туда вступили. Дети так путают повод войны и причины войны. И опять бедные версии, наверное, уже там переворачиваются. Причины нет никаких. Идем дальше. Очень интересно. Революционный кризис. И в этом революционном кризисе нам дают Великую Федеральскую революцию и Великую... И опять опять Октябрьский переворот дают. Позвольте, это не революционный кризис. Это кризис монархического режима. Но вы понимаете, что это такое, или не понимаете? Дальше никакого промежутка времени, который у нас внук, триумфальное шествие советской власти, назовите хоть как. Но это же подопринятие не было. Не было. Что, почему, как? Начинается гражданская война. Началась, потому что разогнали учредительное собрание. Учредительное собрание. Ну, даже не смешно. Кому надо учредительное собрание, если уже были декреты о мире, о семье, и так далее, и так далее. Значит, вот здесь говорили, что нет, там присутствуют биографии Деникина, Колчакова, Врангеля, указывают, что Врангель это кавалер ордена, первого ордена и так далее, и так далее, и так далее. Значит, опять душу демократии. Что, оказывается, сделали большевики прямо сразу? Пришли к власти и прямо сразу сделали. Они запретили буржуазные газеты, потому что это имя усилы, вот они запретили. На этом преобразование большевиков кончилось. А я тебе всегда говорю, 18-й год, год, как шаговинка и кожа, страна. А у нас в Саратове открыли тюрьму. Вы понимаете, какая вера в будущее, какая вера в детей, какая надежда. Ничего. Газеты запретили. 50 научных следствий институтов открыли в учебнике только 17-й год. Вот. Дальше. А почему же проиграли? А вы знаете, оказывается, почему? Оказывается, белые движения, они были идеалисты. Как неисты. Идеалисты. Как будто Колчак не занимал кровью субий. Да. Как будто о Кольцах не говорили. Они их одевали. 14-й государств обували. Они их вооружали. И оставались идеалистами. Они были согласны на то, что-то нас расплачили. И они оставались идеалистами. Хочет коротко дальше. Прямо дальше, дальше, дальше. Теперь, значит, переходим к Великой Депрессии кризису 30-й год. Вот не лилась просто. Мировой капиталистический кризис стороной вошел Советский Союз. Это что, смерть чьего прошел? Это что, ведьм направления поменял? Ну, товарищи, ну, это же не солидно, ну, вы такие люди подписали эти учебники. Да. Ну, просто виновало все. Вот виновало. Тогда, я прошу прощения, туда предъявили, конечно, главного прецедента, Кларкова Сергеев Павловна, выдающегося нашего деяниста, который, понятно, в Советской Союзе как семья в России, но ставочное двойное. Зачем мы сделали прецедентом? Ну, вот такую группу. Да, это вы знаете? Дальше. А, еще хочу. Хронология не соблюдается, самое элементарно. В шестом, в шестом параграфе дают военный, не военный, не знаю, гражданскую войну. Ну, правильно, в районе как-то есть. Нет. Ну, в общем, вот абсолютно так. Дальше переходим к войне. Я думаю, тут много будет говорить ранее мне, поэтому остановлюсь только на следующем. Вы знаете, вот просто думаем, а мы вообще в этой стране живем? Вот нам и кто говорит, что придется ему переписывать. Всем, всем, особенно молодежи, даже дети. Извините меня, да партия нам комсомолов можно изучать советскую социалистическую из букв. Не буквы, не буквы комсомолов, не буквы опять нет, не буквы. Правда, четыре крошечных, крошечных фотографий, ничего не написано, ни о Маре Бокет, ни о том, вот о них пионерские правства. Опять победим героизм, вот героизм, патриотизм, но как секцевое платье уже замотали. Вы мне скажите, пожалуйста, мы в 12-19 веке патриотизм и не героизм, да, с нас домом. у нас дворя не от героизма и в стон открыт, но мы же продули, продули в войны, попали в такую территориальную, зависимо, что не можно до сих пор доказать, что это действительно острова, которые мы отбили. Дальше идем, вот просто штрихи, досуг, и вот здесь я в досуге через черт и через спиту идет артек, досуг. Вы знаете, я сам артек. И вот когда на островую площадь в артеке в 70-е годы вертолет опустился и оттуда вышел в 14-летний Вьетнаме с черной лукой вместо руки и с лицом окном аммм вот я тогда еще совсем маленькая девочка поняла, что это настоящее лицо империализма. Вот это оно. И как можно говорить, что артек это просто досуг? Это была столица советской пионерии, которая общалась со всеми детьми всего мира. И первая смерть международная насколько была продумана была с немецкими детьми, чтобы они поедали и рассказали, кто вы есть. Вот очень городка и боюсь, боюсь, что учителям понравится этот учебник, методический материал, как психолог скажу в соседнем макарусе. Там пять-шесть червей по тексту. Это как можно мысли сосредоточить? Это просто красивая страница, но там одни точек и ничего нет. Ну, надо смотреть. Надо смотреть этот учебник и прекратить поливать грязь. Вот казалось бы, но наконец-то испарились от таких других. Но я сейчас вам не могу не сочетать. Вот то, к чему можно-то подошли наши состоители учебник. И не просто из каких-то там воспоминаний, да? Они больше, не меньше. Мини ученого обреждают. У него замкнут и нелюдим как Ленин. Ему чувство жестокость Сталина. Он не попадал в стилики как хрущок, не имел двойного дна как Андропов, брежнев полнообразован, культурный уровень просто привилегенности, слабоволен, недостаточно решительен, не имел перед собой великой цели, поэтому не смог сделать сетей или нет, а 160 миллионов квартир, которые будут выжить советские государства сетей. Вот поймите, мне реально, извините меня за эмоциональность, но я считаю, что вот этот учебник гораздо вреднее, чем все до тонет преследовательства. Я так считаю. Андрей Андреевич, дорогие друзья, уже обещаетесь веков расстала, конечно, очень содержательное обсуждение, особенно представителей регионов, интересно, особенно профессионалов, интересно услышать, нам, депутатам, но на вопрос по поводу, знали ли мы, что будут абоненты Абричкина, знали, в 12-м году, 29-го декабря, когда был подписан Федеральный закон образования, мы понимали, к чему это приведет. И, честно говоря, 1-я, 2-я и 3-я государственная дума были посвящены тому, чтобы сохранить изыбленное наше образование, в том числе закон образования. Поэтому, когда иногда тебя спрашивают, ну, а что вы там в думе делаете, вас там 57, все равно ничего не удержите. Так вот, мы до 2012-го года удерживали самое главное, государственный подход к образованию. А председатель нашего комитета по образованию по образованию членников впервые в истории российского парламентаризма ни до него не было, ни после этого не было. Вообще, в Совете Европе возглавлял комитет по образованию науки. И наш закон образования для всех, который он представил там, он был признан самым гуманным законом в мире, хотя мы не видели в нем ничего особенного. Там были заложены базовые принципы советского образования, бесплатные, доступные и всеобщие. Поэтому, не пересказывая содержание закона 2012 года, Геннадий Андреев сделает выступление в свое отношение к этому закону, я могу сказать, что наши попытки сегодня вроде убрали слова образовательного услуга. Вроде вернули термин воспитания, больше того, даже общество полезный труд вернули. И финансирование с муниципалитетов на ребенок передвинули, а колесо и скорее не движется. Потому что нельзя припудрить, перекрасить, но при этом систему самочленять. То есть мы должны ответить на главный вопрос «Мы кого готовят?» Нельзя в одном классе готовить потребителя сына Сечена и Миллера и патриота, который будет воевать на спецоперации и любить свою родину. Поэтому без ответа на главный вопрос возвращения нашего образования в его государственного характера, мы какие бы учебники не сдавали, кто их не писал, мы не изменим вообще отношение общества само не изменим. И в этой части, конечно, нас не уделил поток писем, которые поступают в нашу фракцию, в наш комитет сегодня. Ну вот я их так систематизировала и понимание того, что дальнейший отказ от базовых принципов образования перестало быть бесплатным, образование перестало быть доступным, образование перестало быть всеобщим. И как бы мы с вами сейчас не упражнялись в анализе этих учебников, если это учитель снимает на всех, раздаёт своих учащихся, потому что за полторы две тысячи далеко не каждая семья этот учебник купит. В год педагога и наставника мы собрались здесь, в колонном зале учительские династии. Вопрос учительской династии из Булганска важен. Помогите нам с учебниками. Советские годы рубль 20, а сейчас пять тысяч на комплект. Эти денег нет. Мы это понимали. Пригласили министра просвещение в Государственную Думу, как только начали осеннюю сессию 28 сентября. Вот наш вариант. Вот заявки регионов, сейчас вам скажу, они ответили на вопрос сколько денег нужно на учебников. А потом я скажу ответ министра и по взгляду на эту тему. Итак, позиции регионов. Мы предположим Дальневосточный федеральный округ нащадник департамента вопросов экономической социальной политики. Он пишет, что регионам Дальневосточного федерального округа на 23-й год нужно 105,7 миллионов рублей. В том числе на приобретение обновленных учебников истории для 10-11 класса. То есть, когда мы говорим о совершенствовании учебных программ, учебных пособий, мы еще должны добавить слово доступность. Это недоступно сегодня ни семьям детьми, ни самим детям вот эти достоящие учебники. Ну а дальше постла сбивка. Республика Бурятия не хватает на учебнике истории 13,3 миллиона рублей. Республика Сахар 21 миллион рублей. Забайкарский край 16 миллионов рублей. Камчатка 3,7 миллиона рублей. Приморский край 17 миллионов. Хабаровский 11 миллионов. Ну в общем, вот он печень. Приходит к нам министр и сказал, а я получил официальную информацию из регионов. С учебниками проблем нет. Поэтому мы с вами сейчас сидим, у нас свой взгляд на эту проблему, а вот официальные лица нам представляют это иначе. Но официальные лица очень оперативно реагируют почему-то на какие-то точечные запросы. Нет, не родителей. Вот у меня пишут, мы, называется, коллективная претензия. Мы, родители учеников пятого класса, средней школы номер один города Кирова Тарусской области, возмущенные сложившиеся остановки с учебными для наших детей, а именно отсутствием учебников по русскому языку, ледиатуре, истории, что негативно влияет на психологическое здоровье детей, эмоциональное состояние. Мы, родители учеников, намерены также обращаться во все доступные нам надзорные проверяющие органы, пока наша проблема не будет решена в положительную сторону. Очень надеемся на вашу помощь. Они больше никому не обращаются. Они к нашей инфляции обращаются. Поэтому не думается, что наш сегодняшний общерклубый стол, но это дополнительный импульс для того, что когда будет обсуждаться законопроект о бюджете, мы все-таки поставили вопрос о том, чтобы была отдельно самостоятельная строка выделения средств на финансирование учебников. У нас есть развитие образования строчки, в этом разделе есть современная школа, и по на современную школу не заложено ни рубля на 24-й год и на последующий 25-й год. Это не будет нецелевым использованием средств, если учебная образовательная организация потратит их на учебники. Но этих денег не заложено сегодня. Поэтому наша позиция была, есть и будет последовательной. И у 4-й мы считаем, что эти средства необходимо заложить не в региональном, не в муниципальном бюджете, а в федеральном бюджете. Соответствующую информацию мы забрали. Они сделаны в подписи полнопочных представителей федеральных округов, губернаторами регионов, которые по телефону почему-то, как сказал Министер посвящения, сказали, что все проблемы есть, а вот нам направили перечень этих проблем и суммы средств, которых не достают. Наша акция, конечно, внесет, мы внесем поправку в федеральный бюджет. Но мы бы хотели понимать, что, понимаете, это опять, как в самом начале разговора речь была о том, что убрали слово образовательные услуги, там убрали одно, другое, третье, без изменения базового закона и без того, чтобы на смену на не действующую за зону в 2013-м году пришел наш закон образования для всех. Мы только чуточку, мне кажется, улучшим положение тех школьников, которые сегодня даже физические возможности читать этот учебник лишены, который мы с вами обсуждаем. Да, Дмитрий Георгиевич показал нам витут, да, мы можем позволить себе купить, а дети не могут этого сделать, а родители не могут этого сделать для своих детей. Поэтому, конечно, это должно сделать социальное государство, наша фракция, приложить все усилия для того, чтобы генеральный бюджет обеспечил потребность школьных учебников, а содержание которых, конечно, мы будем сейчас говорить еще дальше. Спасибо. Я, во-первых, хотел поздравить Геннадия Андреевича и Дмитрия Георгиевича за приглашение на столь интересное для меня и вообще важное для всех мероприятие. Я согласен со всеми теми оценками, которые прозвучали сегодня, и относительно того, что количество часов на преподавание истории в школе, оно, конечно, ничтожно совершенно. 4-5 часов это просто на Великой Отечественной войну, но это кощунственно, несколько лет назад попалось отдельное учебное пособие, белорусское, надо сказать, где история Великой Отечественной войны в рамках изучения истории в школе изучается отдельным курсом и пособие примерно вот такого же объема по истории Великой Отечественной войны, что над образованием в последнее время проводятся сплошные эксперименты, это тоже факт. Это постоянная смена стандартов. Учителя ежегодно измучились вносить коррективы в рабочие программы, переписывать их каждый год, но это просто безобразие. То, что с высоких трибун заявляют о том, что снижение бюрократии, бюрократической нагрузки на учитель, это чушь полная. Никакого снижения бюрократической нагрузки не произошло. Учителя по-прежнему завалены всякого рода совершенно идиотское, я извиняюсь за выражение, отчетностью. Более того, каждое, я не знаю, там, министерство, ведомство, управление теперь озабочено проведением многочисленных мероприятий, конкурсов, в которых обязывает участвовать каждое учебное заведение. И ежедневно, буквально ежедневно, каждая школа получает вот такую кипу толщиной больше спичечного коробка различных мероприятий с пометкой обязательных участия. Хотя в советской школе мы знаем, что центральное место занимали централизованные утвержденные государством олимпиады и в лучшем случае какие-то к памятным датам внутришкольные мероприятия. Все остальное время занимал учебный процесс. И урок в советской школе был чем-то святым. Урочное время нельзя было тратить на всю эту ерунду, на которую тратится время сейчас. Что касается учебника, я хотел бы с одной стороны, будем так говорить, с идеологической стороны, продолжить выступление Вардана Эвнестовича в той части самого содержания. Ну вот характеристика по-прежнему оттепеля Хрущевской как манны небесной, пресловутый вопрос о пенсиях колхозников, которые якобы в советское время были ничтожными, совершенно забывается момент того, что колхозы доплачивали колхозникам пенсии, они были не только государственные. Слово, значит, вот эти вот мантры про спецмагазины, привилегии советской номенклатуры и прочее. Подсвечивается литература авторов полудиссидентского направления, диссидентского направления, однако те авторы, которые прославляют героизм советского человека, истинные патриоты, такие как Кочтов, Марков, они почему-то выпадают из содержания этого учебника. Фразы вот такие, скептическое отношение, я прям цитирую, скептическое отношение у большинства советского народа к официальной пропаганде в 70-80-е годы. Откуда это взято, кто это вообще такое придумал, непонятно. Дальше, опять цитата, китайская модель не могла быть реализована в СССР. Почему она не могла быть реализована, на каком основании, то есть дается вот такие совершенно безграмотные оценочные суждения, которые, на мой взгляд, не имеют ничего общего с реальностью. Далее, опять цитата, принятие Конституции 1993 года имело огромное историческое значение, то есть принятие Конституции 1936 года, который признал самой демократической, 1937 года не имел исторического значения, а в 1993 году она вдруг возымела историческое значение. Далее, опять цитата, возрождение российского парламентаризма в 1990-е годы происходило возрождение российского парламентаризма и началось формирование системы местного соуправления. То есть до 1990-х годов ни парламентаризма, ни местного соуправления, ничего этого не было. Советы не занимались этой работой. И, конечно, меня убивает, с одной стороны, правильно, но в Украине все это было, я цитирую, перекос в оценках происходящего, подвиги героев и некотечной войны преподносились в извращенном ключе, власть попала под контроль Соединенных Штатов, МВФ и так далее, в том числе Сороса. Послушайте, мы прекрасно помним 90-е годы, когда в нашей стране также реализовывались эти Соросские гранты, и все это было, почему-то это замалчивается. И вот уже совсем еще два абсурдных момента, которые меня просто поразили. В 2000-е годы в разы выросла зарплата работников культуры. У нас работники культуры в сельской местности, да и в городах тоже до сих пор получают минимальную заработную плату в абсолютной большинстве своем. Это библиотеки, работники сельских домов культуры. Ну зачем откровенно вранье писать? И уж самое первое, это что в 2000-е годы Россия вернулась в первую десятку стран с наивысшим качеством образования. Ну поэтому, про это, мне кажется, сегодня все уже говорили, и я даже не хочу как бы ничего добавлять. И буквально два слова про методическую часть, вот то, о чем и коллега говорил из Саратова. Вот. Характер подборки документов. Ну, меня, честно говоря, он немножко поражает. Почему, например, не размещены в темах, параграфах, касающихся войны, послевоенного времени, документы о зверстках тех же бандеровцев? Вот. Какие-то совершенно с потолка взятые. Суть терминов не раскрывается, в том числе важных из истории, значит, советского периода, которые требуют конкретизации. Ну, например, когда ребенок прочитает ученика 11 класса, я вам про 11 класс учебник говорю, там мимолетно строкой просто проходит общественные фонды потребления. А что такое были общественные фонды потребления? Для чего они создавались? Какую важнейшую социальную функцию они вели? Ни в тексте учебника, ни в приложении, ну, будем так говорить, в конце учебника, в терминах. Ничего этого нет. Далее. Вот коллега тоже говорил из Саратова, может быть, я повторюсь. Плюс, конечно, после практически каждого параграфа идут ссылки на советские, на шедевры советского кинематографа. Ну, простите, вот, значит, ссылки на фильмы. QR-код, что детей сейчас модно, они телефон набили и так далее. Почему QR-код только на один из фильмов из трех, которые здесь предложены? Хотя здесь еще полстраницы пустого места. То есть никакой экономии пространства нет абсолютно. Это, во-первых. Во-вторых, я прошел по этому QR-коду, он выдает сайт, где куча всякой рекламы. И прежде чем ты найдешь этот фильм, у тебя уйдет, там, несколько минут времени, и факт, что ты зайдешь на какой-нибудь дурацкий сайт мимоходом. Вот. Термины, которые даны в конце учебника, их можно было бы разместить как раз вот в этом пустом материале после каждого параграфа, который имеет отношение к этой теме. Не каждый ребенок, простите меня, даже который хорошо учится, будет листать в конец учебника и соответствующий материал там находить. Ну и последнее, пожалуй, что еще хотел бы вот в методической части сказать. Очень много ссылок вообще на непонятные источники. Вот Евгений Юрьевич здесь присутствует. Конечно, понятно, это не монография какая-то научная, но допускать в учебнике истории такие фразы, я цитирую, как говорил один современник, это кто? Мужик на улице какой-то сказал. Вот. Или как считали многие, кто считал. То есть, ну, нет совершенно конкретики, ну, вы тогда укажите мнение какого-то специалиста, историка, экономиста, там, и так далее. Там в качестве рекомендованной литературы указана книга Гаспаряна про Хрущева. Но Гаспаряна нету даже базового исторического образования. А у нас полным-полном специалистов, которые писали по Хрущевской эпохе, тот же Пышков, тот же Сушков. Ну, про присутствующие, про молча. Ну, и, конечно, в завершение я хотел бы сказать о том, что столько было крика про создание этого общего учебника, а в итоге крупных историков, историческую общественность совершенно не привлекли к его подготовке. Я уж не говорю про учителей, там, каких-то методистов, руководителей школ. И плотно изучив, вот, как бы, учебник Евгения Юрьевича, я с удовольствием на этом круглом столе могу отметить, что вот он бы с задачей подготовки учебника для средней школы, безусловно, бы справился. Спасибо. Сегодня много, кажется, говорилось о том, что у вас чем-то еще в городе слоя, что ей не хватает, но, знаете, когда знакомьешься в здравом учебе, то есть, сказать, для Исманова, потому что это вообще не учебник. Это глицистический труд, набор каких-то фактов. Он построен абсолютно в мозаичной системе. У него вообще есть системные потоки. В этом учебнике полностью регионируется причина, следственная связь. Тут даже хронология нарушили. То есть, в одной главе рассказывается о том, что «Холодные война» и противостояние двух футблогов, а потом, только через три страницы, рассказывается о социально-социалистическом блоге, который почему-то назван восточным блогом. То есть, люди, которые его писали, вообще не понимали, что они пишут на школе. Я, короче, человек, который 24 года здесь работает, с милателем-смилателем, я, конечно, понимаю, что этот учебник им будет просто не поднять. Потому что писался он теми людьми, которые, наверное, процентов 80 информации послали за учебник. Для них это понятно. Они учебник, так сказать, достойно образовали, но школьник этого не принимает. Школьнику нужно расшифровать и причинно-следственной связи, и хронологию, и, так сказать, термины. А главное, объяснить подходы, что взять. Я всегда, в качестве примера, превошу, было шикарное, объясненное, о том, как Сталин правил учебник в истории Советского Союза. Он пишет, у него системные подходы, но он абсолютно подходят. Имена ученых встречаются. Эти имена ученых, ученых, предыдущие изучения, по физике, химии и так далее. То есть, человек, чтобы высокоучебник историю уже услышал, например, про калькурс, то он должен о нем услышать учебники по физике, чтобы у него соединились, так сказать, общая система истории, науков, истории государства. То есть, система всех учебников, а не отдельно, которая будет противоречить и литературу, и общественному знанию, и всем остальным. И дальше. Он пишет, что число слишком много людей, да, и этих людей не будут встречаться. Или, например, по специалисту вопросу, почему не указан код или иной руководитель? Я бы поразился. Описывается внешнеполитическая ситуация в НИИ после великодичной войны. Там ни разу упоминается министр иностранных дел. Такое ощущение, что у нас вообще ни Володова, ни Горобинка, ни Вышинского, ни других дипломатов просто не существовало. Их просто не упоминают. Волк упоминается глава правительства в учебнике два раза. Первый раз, когда он, господи, ответственный за репрессивность, и второй раз, когда его достаточно знакомый иностранным делом в 1939 году. Ну, как можно так было писать учебник? Как можно создавать учебник, в котором, например, описывается о том, что Фадеев создал прекрасную книгу о молодой гвардии? Ну, не разу. Ни как самому. Как сказать, ни в садикологии гвардейцев, ни времен. Написано, что это было 47 человек советской молодежи, которые объединились ради борьбы с противником. Даже немецко-фашистское слово упоминается всего три раза. Все остальное – враг, противник и так далее. То есть, отсутствует абсолютно главная задача – запоминание терминологии, развитие знаний во всех школьных. Полностью отсутствует аргументация технических действий. То есть, действие приводится как таковое выводное абсолютно искать тексты. И непонятно, а почему же это действие, в конце концов, развлечено на условиях. Почему же это хорошо для него? Для более того, все трудные завоевания советской власти, например, уже упоминавшиеся признания Советского Союза ведущими государственными странами, безумная заслуга Чищевина, полнотурно Чищевина упоминается. Так и это просто перед минутчей запятую признало такая страна, признало такая страна, у школьника Советского Союза впечатления у нас цикла. Они нас признали, а мы сидели, ждали, как даже это открыто. То есть, никакой работы, деятельности здесь не допустим. Да, в учебнике стали появляться абсолютно правильные, так сказать, взгляды на многие события, например, Генгриевич и Словакия. Но, опять же, они абсолютно фрагментарны. Энгерские события вообще не выписаны в нижнюю политику Советского Союза, они выделены отдельно, непонятные форматы, комментарии, фотографии. А с их опинаемой, с головы Сталина, с памятника Будапешти. То есть, может быть, комментарии, как бы фотографии, ничего больше. Причем, я замечу, что Медитинский лохановство, потому что после выхода учебника Владимир Владимирович Путин сказал, что вот наше хозяин Генгриевич Поройкова, у меня же ему придется сразу переписывать эту часть учебника. Переписывал о том, что это был характеристик, профашистик, и те же, которые готовились, и американцы, и ФРБ, что это было все в рамках спецоперации «Фокус», которая была униждена Советом национальной безопасности еще в десятилетий годах. Ни слова. Ну, как такие вещи можно описать? О том, что я прошу прощения, переговоры Брежнева с Дубчиком 12-16 августа по телефону. Дубчик дважды попросил Брежнева везти войска, потому что он не справился с ситуацией, он об этом рассказал. Ни слова. И старая опять песня о главном, о том, что это была оккупация ДТП. И в совершении скажу два момента. Учебник не имеет свою методологию. Просто эта методология четко выражается. Двух понят. Первое. Коммунисты и Советов. То есть все завоевания, они абстрактны. И к партии никакого отношения не имеют. Существующие социальные устроения никакого отношения не имеют. И второе. Это усидеть на пунктах. То есть соединить патриотические и либеральные подходы. Потому что, да, там не положительная фактура, но после каждой положительной фактуры даже вымышленные недостатки рассмотрим. Например, оба вместо создания социалистической системы пишется присоединения к Калининградской области, а дальше описываются абсолютно фантастические рассказы про присоединение функций к Советскому Союзу и так далее, которые абсолютно не подтверждены нигде, так сказать, исторически. Никакого, ни в одном документе, просто не в искусстве. Но нужно было показать недостатки, что это Сталинам удалось, это вписывается. И так построили весь учебник. Поэтому, честно, скажу, вот это, наоборот, это не учебник, это какой-то специалистический спектр, который почему-то, так сказать, все распространяется в качестве учебника. Спасибо.